Добрый вечер, господин Умланд. Вы такая рок-звезда в украинских средствах массовой информации, не говоря уже о вашей популярности в студенческой среде. Спасибо, что пришли. Я говорил, имел честь говорить тут с господином Савиным, он руководит фондом Генриха Беля, и задал ему вопрос, который адресую вам. Как вы думаете, украинцы излечатся? И если да, то когда от своего украиноцентризма и киевоцентризма? Когда мы поймем, что все-таки мы часть какая-то там, какой-то частью мы были сотнями лет в Европе, и вырвать нас из европейского интеллектуального, политического и так далее контекста просто невозможно? Не знаю, я не думаю, что тут какая-то фундаментальная культурная проблема с украинцами. Я думаю, что проблемы все-таки они больше институциональные, правовое государство, договора. Это практически скорее, чем какие-то глубокие культурные проблемы, которые нужно решить, потому что что-то наподобие украинского украиноцентризма есть во всех странах, и все нации от этого, если это так рассматриваться, страдают от некой интровертности. И были и другие страны, которые когда-то считались не совсем открытыми или закрытыми, даже которые потом стали членами Европейского Союза. Ну, даже Германия когда-то считалась не частью Запада. Это была такая страна, которая до 45-го года имела как бы свой третий путь и которая шла как бы к Западу долгие-долгие столетия, и только вот уже после Второй мировой войны стала действительно западная страна. Да, я подумал о том, что, наверное, Германия, извините, это может прозвучит шокирующе, но в каком-то смысле должна быть благодарна одному из своих руководителей, который ее разрушил. Точно так же, как украинцы должны быть благодарны одному из своих руководителей, который разрушил Украину. Это стало для народа, который выжил катарсисом, открыл какие-то новые возможности, что самое главное показало, что так дальше жить нельзя. Это невозможно. Но в Германии в Конституции ФРГ еще до ее объединения была статья, если я не ошибаюсь, о том, что та другая часть, которая была подсоветской оккупацией, она может войти в состав Объединенной Германии именно на основании этой статьи. То есть они оставили открытыми правовые двери для возвращения... Поэтому и Конституция называлась и до сих пор называется основным законом, а не Конституция. Потому что считалось когда-то, что это будет временное. И в этой связи у меня есть к вам вопрос. Возможно, вы поможете мне понять логику господина Путина, который сказал, что его никто не переубедит в том, что Крым всегда принадлежал России и должен принадлежать России. И далее. И в этом смысле остаются ли правовые, возможно, они и есть, правовые возможности для решения мирным путем о возвращении оккупированных территорий в состав Украины? Я не понял вопрос. Господин Путин сказал сегодня, или вчера, нет, он вчера об этом сказал, что его никто не может переубедить в том, что Крым оккупирован законно. В этом смысле, как с вашей точки зрения обстоит дело? Остаются ли правовые возможности, легитимные возможности для возвращения оккупированных территорий в состав Украины? К сожалению, это не правовой, а политический вопрос. Это вопрос власти. И пока Путин будет у власти, я думаю, действительно, Крым останется как бы де-факто частью России. Если он уйдет от власти, если, может быть, изменится все направление развития России, произойдет тоже сближение, скажем, России с Европейским Союзом, и, может быть, будет создано некое такое пространство всеобщее, может быть, у России будет свое соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Может быть, в таких новых условиях, как бы, само это вот вопрос принадлежности Крыма, он потерял часть своего значения. Просто если, скажем, Украина будет ассоциирована, и, может быть, членом Европейского Союза, и Россия будет ассоциирована с Европейским Союзом, тогда, может быть, можно опять вернуться к статусу КВО и найти какое-то компромиссное решение, ну и чтобы дежуры хотя бы Крым был опять частью Украины. Но это не уникальная ситуация, если посмотреть на это через европейский, так бы сказать, бинокль. Возьмем, например, проблему Турции и Курдистана, разделенный Кипр уже 40 лет. Мы можем говорить об опасности терроризма, возможно, вполне реальной опасности терроризма в Испании, в стране Баска. Проблема Северной Ирландии совершенно ясна, что она не разрешена. Назревает конфликт, такой холодный, закрытый конфликт в Бельгии. Да, есть целый ряд похожих… Как мы в этом контексте, вот как вы это видите? Ну, есть целый ряд, как бы, поверхностно похожих ситуаций, но особенность здесь все-таки в том, что это присоединение территорий к другой стороне. То есть есть тоже вот эти всякие территории, и есть там и Абхазия, и Южная Осетия, и Приднестровье, но они все-таки не официальные части России. Они как бы такие… Ну, Сетю, по-моему, приняли. Не-не-не, до сих пор нет, насколько я знаю. Это такие псевдогосударства, они протектораты России, они де-факто, они тоже являются российской территорией, но сейчас вот Россия на позиции, что Крым не только де-факто, но и дежуре принадлежит к России, и это уникальная ситуация. Это, кажется, последний такой случай был с Тибетом в Китае, когда Китай присоединил Тибет к себе. Ну, я не… там, мировую историю там… Может быть, чем могу… Я знаю… В Европе это уникальный случай после военной Европы. Я знаю, да, в довоенной Европе историю про… Да, там было… Да, там было… Как известно. И там вот, кстати, это обычно вот это сравнение… Это не сравнение Путина и Гитлера, а просто с определенной части политики Гитлера, это присоединение вот этих… Да, и Путина. В этой связи у меня есть вопрос. Вы упомянули слово «пространство», да? Слово «пространство». И в этой связи у меня вопрос очень простой. Насколько европейские лидеры понимали, ощущали, подозревали, что с одной стороны… И американские, конечно, тоже… Что, с одной стороны, их процесс цивилизовать Россию, втянуть ее в систему G8, в систему мировых, экономических, правовых и так далее, реалий, все эти непрерывные авансы в сторону руководства Москвы, они имели и движение… Они наталкивались на ответное движение, а именно на то, что Россия, Путин, в частности, вкладывала десятки миллиардов долларов в то, чтобы купить средства массовой информации, покупали политиков. Ну, Герхард Шредер – яркий тому пример. И все это, вся политика Путина в течение всего времени его пребывания у власти, это не что иное, как подготовка к новой войне с Западом, а Украина – это только как бы плац де арм в этой войне. Ну, я не знаю, как бы все-таки эта история еще не закончилась. Да, это правда. Как бы надежда такая, это вот старая концепция так называемой новой восточной политики Западной Германии, которая началась в конце 60-х годах еще, когда социал-демократический канцлер пришел к власти Вилли Брандт, и он как бы переформатировал тогдашнюю политику Западной Германии в отношении Советского Союза. И философия была такая, давайте мы будем сближаться, и через это сближение будет превращение Советского Союза, и мы как-то в конечном счете создадим единую Европу. И сейчас идет спор, насколько именно эта политика была успешной, и насколько вот этот хельсинский процесс, это был как бы самый главный результат этого, то, что сейчас ОБСЕ, насколько это действительно был фактором разрушения Советского Блока и как бы объединения или попытки объединения Европы. И некоторые говорят, что вот эта политика Германии, она сыграла важную роль, вот эта новая восточная политика и философия Wandel durch Handel, сближение, изменение через торговлю, или Wandel durch Handel, изменение через сближение. Вот это были лозунги как бы этой новой восточной политики. И сейчас как бы сегодняшняя внешняя политика Германии, тоже Европейского Союза, она старалась продолжать эту старую традицию еще советских времен, что давайте мы будем сотрудничать с русскими, будем там торговать, инвестиции делать, экономические связи поддерживать. И в конечном счете Россия станет более современной, наиболее демократической, и мы будем как бы совместно строить единую Европу. Ну это, может быть это иллюзия, но с другой стороны не совсем понятно, а что иначе делать, какая альтернативная теория. Просто containment, просто, я не знаю как будет, containment по-русски, ну сдерживание, или это тоже как бы не очень конструктивная политика. Но есть все еще надежда, что все это сближение, все эти интенсивные торговые отношения и взаимные инвестиции, западные инвестиции в Россию, российские инвестиции в Европу, что в конечном счете это все приведет к тому, что в России будет какая-то проевропейская политика. Это привело к оккупации части Украины. Но тут вот такой парадокс возникает, знаете ли. Канцлер Бисмар когда-то сказал о том, что все договоры с Россией не стоят бумаги, на которую они подписаны. Это спорная цитата. Да, спорная. Не спорным есть то, что в течение 20-го века Россия и Германия, Советский Союз и Германия ожесточенно конфликтовали между собой, были активными участниками двух мировых войн. При этом украинцы в Первой мировой войне частично воевали на стороне Австро-Венгрии и Германии. Безусловно, во Второй мировой войне украинцы, оказавшиеся под катком сталинской террористической машины значительно в своей части, конечно, не так активно, как русские, но тоже выступали на стороне, во всяком случае старались быть политическими партнерами, что, конечно, было невозможно, учитывая разные масштабы двух сил. Другими словами, почему насколько эффективной, с вашей точки зрения, или неэффективной является политика Германии по отношению к Украине? Ну, пока что не очень эффективно, потому что, как бы, вся эта философия партнерства ради модернизации, стратегическое партнерство – это такие концепции, которые были разработаны, особенно при канцлере Шрёдере, они пока что не привели к тому, чего хотели, а наоборот, они как бы стали даже неким сигналом для того, что Россия может себе так вести на постсоветском пространстве, как она себя ведёт. Трудно сказать, я тоже много писал против этой политики. Это, в принципе, уже было понятно в самом начале президентства Путина, что всё не туда пошло, потому что, ну, если вспомним, был вот истамбулский саммит ОБСЕ, на котором Россия тогда уже при премьер-министре Путине согласилась с тем, что она выведет свои войска из Приднестровья до 2002 года, и до сих пор она не вывела. Ну и потом была вот грузинско-российская война, уже не считая там вторую чеченскую войну, и там тоже было соглашение, как бы так называемый план Саркази, это такие пять пунктов, и самый главный пункт был, это то, что Россия должна была обратно собрать свои войска из Южной Осетии и Абхазии. И до сих пор Россия не выполнила этот план Саркази. Я вам больше скажу и не выполнит. Я вам больше скажу и не выполнит. Ну, я не знаю, это, как я уже говорил, история ещё не закончилась. Это правда. Но, потому что всё это, это всё не выдерживает критику, и я надеюсь, что когда-то будет новое руководство в России, и тогда это признают. Ну, если мы до этого доживём, конечно, с вами, дай бог нам здоровья. Вопрос тогда, если вы разрешите, я задам следующий. Можно ли остановить, если да, то как, обезумевшего медведя, который сегодня жрёт нас и убивает украинцев, а завтра совершенно не исключено, что и примется за кое-кого другого? Я не думаю, что тут есть какой-то обезумевший медведь. Я даже не думаю, что это очень всё идеологически определено, то, что Путин сейчас делает, и то, что Россия сейчас делает. Это, в основном, просто функция внутренней политики России. Это стабилизация режима в условиях, когда экономическое развитие уже не такое впечатляющее, как в первые два срока президентства Путина, и когда уже становится понятно, что он не справился как бы с одной из самых главных задач, это борьба против коррупции. И как бывший офицер КГБ, он должен был с такой задачей как раз справиться, а наоборот, коррупция ещё выросла при Путине. И вот при таких условиях, не впечатляющих внутренних достижениях, такой режим начинает почти что естественным путём развивать какие-то внешнеполитические авантюры для того, чтобы отвлечь электорат, внутреннюю публику от внутренних проблем. А как вы думаете, он будет в состоянии вообще контактировать в какой-то мере, в какой-то форме с новоизбранным президентом, кем бы ни был этот президент? Ну, опять же, можно только надеяться. Надеяться. Да. Я думаю, что действительно тут понадобится как бы помощь Запада для нового президента. Потому что, я думаю, главная задача Порошенко, если он станет президентом, будет... Или Тимошенко станет президентом. У нас два часа до выборов, полтора, так что как бы, да. Ну, скажем, нового президента без каких-то фамилий. Будет, конечно, найти какое-то решение с Россией, какое-то соглашение с Россией. И, наверное, в этом понадобится новому президенту Украины какая-то помощь Запада. Я думаю, просто так на добрых словах это не получится. То есть там должно быть определенное давление, определенное... А вы верите в эффект этого давления, в все эти санкции? Да, я верю в это, потому что есть некий такой фактор, что путинский режим, он не демократический, но он держится на поддержке верхушки такой, скажем там, ну, высшего класса России. это... Кооператив Озеро он называется. Ну, это, я думаю, это более широкий даже круг людей. Да. Это интеллектуалы, политики, ученые, журналисты, менеджеры и так далее, которые составляют как бы высший класс России. И эти люди, они привыкли частично жить в Европе. то есть, они там имеют там свою собственность, там их дети там учатся, они там имеют какие-то фирмы, какие-то привычки куда-то ехать там. И если у них это все будет проблематично, то, я думаю, для электората, для миллионов, так сказать, народа России, его всегда можно как-то какими-то там... Ну, бутылкой водки, да. Ну, или вот этой информационной войне можно там всегда рассказать, что там фашизм, там идет на Россию, и давайте мы вот... А вот эта верхушка, она все-таки более просвещенная. Она пользуется интернетом, она знает, что на самом деле происходит, и она пока что довольна тем, что это все хорошо. Но если это будет действительно менять стиль жизни вот этих людей, я думаю, это будет оказывать некое давление. Я думаю, как бы политические руководители России, они знают об этом, что им нужна вот эта вот эти люди, которые составляют путинскую систему, они должны сотрудничать с этой системой. И поэтому есть потенциал давления для Запада. Рексляйтеры такие себе, да. Если вы разрешите, может быть, последний вопрос. Выборы в Европарламент. В какой мере, с вашей точки зрения, усилятся левые или усилятся правые в Европарламенте, и в какой мере они готовы к продолжению или к остановке диалога с Россией и лично с Путиным? Ну, я думаю, честно говоря, что это не будет иметь такое большое значение. Потому что Европейский парламент, он не очень влияет на внешнюю политику. Вообще, внешняя политика, она до сих пор в основном проводится национальными государствами. Это не дело содружества или сообщества. Это национальное дело. И когда Европейский Союз, он что-то делает, как Европейский Союз, это потому что национальное государство дали Европейскому Союзу на это мандат. Это не решается внутри институтов Европейского Союза, будь то Европейский парламент или Европейская комиссия или Совет Европейского Союза. То есть, это национальное государство, и поэтому, да, там будет вот эти правые радикалы, они больше получат, они пророссийские. Но, опять же, вот эта смычка между Путиным, путинским режимом и правыми радикалами, он очень двойственный для России, потому что он тоже, как бы, делает путинский режим, ну, менее респектабельным, потому что все-таки репутация у этих правых радикалов, с которыми сейчас Россия сотрудничает, Марин Ле Пен, там, Йобик, вот эта венгерская атака в Болгарии и так далее, это все-таки не мейнстрим европейский, это такие изгои, скорее, европейские политики, поэтому, даже если они наберут силу, это все будет иметь очень двойственное значение для европейско-российских отношений, потому что, это как раз для многих европейцев еще покажет, в чем, собственно, опасность вот этого режима, который поддерживается над такими одиозными партиями. Вот совсем последний вопрос. С вашей точки зрения экспертной, Украина, которая находится в предсмертном состоянии, в смысле экономическом, которая практически умерла в смысле политическом, политическая система закончилась та, которая была, да, что-то рождается новое, и внешняя агрессия, она устоит? Я думаю, что да, потому что, я думаю, это ведь не первый кризис Украины, было в 90-х годах, и тогда, наверное, было глубже, наверное, этот кризис в 90-х годах, был кризис 2009 года, то есть, последствия мирового финансового кризиса, и я думаю, что следующие месяцы, может быть, следующие два года будут очень сложными, но при поддержке, при особенно политической поддержке Запада в этой конфронтации с Россией, я думаю, должна быть стабилизация, произойдет, я надеюсь, стабилизация, как бы, восточной Украины, и тогда и будет экономическое возрождение. Я когда со своими друзьями беседую на эту тему, я вам говорю, что впервые, может быть, за последние 500 лет, Украина, объективно, против своей воли, оказалась в лагере победителей, осталось только закрепить эту институциональную, эту принадлежность к лагеру победителей, потому что ресурсы, конечно, несопоставимы, российские и западноевропейские, насколько я так понимаю, да? Спасибо огромное, господин Уланд, огромная честь была поговорить с вами, желаем вам всяческих успехов в Киево-Могилянской академии, которая вас ценит, любит и ждет. Спасибо.